Если я нарушу присягу кадета, то пусть у меня постигнут всеобщее презрение товарищей. Я буду обязана покинуть ряды кадетов в школу. Обещание, которое нельзя нарушить. 17 пятиклассников принимают первую в их жизни присягу и уже понимают, насколько важно для них соблюдать правила кадетского братства. Учиться, в отличие от своих сверстников, они будут более углубленно. До обеда обычная школьная программа, а после рукопашный бой и старевая подготовка. В рядах кадетов не только мальчишки, но и девчонки. В основном те, у кого пример служения Отечеству был перед глазами. Папа у меня служил в армии, а брат служил в армии. Пошел он служить в армии, но в итоге потом он пошел на пожарного. И сейчас у него звание, как и у меня, младший сержант. Присягнувших на верность школе, поздравляют представители Совета народных депутатов и Управления образования. Самые искренние поздравления от родительского комитета. Мама и папа, а также руководство школы говорят, что у учащихся этого класса уже появилась солдатская выправка. Он у нас по положению школы имеет две ступени. Первая ступень с 5 по 9 класс и вторая ступень 10 и 11 класс. То есть, если они изъявят желание пойти в 10, они могут это сделать, мы можем набрать. То есть, они продолжают до 11 класса. Если они захотят после 9 уйти, то такая ступень есть, она заканчивается. Они могут после 9 уйти. Несмотря на то, что класс сформирован, перевестись в него в течение учебного года смогут и ребята из параллели. В кадетское братство берут только с отличной успеваемостью и примерным поведением. Кадетское движение во Владимире в последние годы развивается активными темпами. На очереди создание кадетского класса в 37-й школе. Есть предложение открыть кадетскую школу-интернат. Именно в городе Владимире. Не в Радужном, как там кадетский корпус, а именно во Владимире. Предпосылки к этому есть. В Москве об этом уже говорено. Здесь решаются вопросы финансовые. Сейчас определимся, как получится, как на это посмотрит губернатор. Ну а в 45-й школе пока планируют организовать еще несколько кадетских классов. Например, четвероклассники, выпускники начальной школы уже изъявили желание также надеть военную форму и торжественно принять присягу. Светлана Барашкова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант».